Позвольте вас поздравить за огромное количество теплых слов, поздравлений, напутствий. Мне очень приятно, действительно, сегодня я была назначена на должность заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана. Должность это ответственная, почетная, она общественная. То есть я продолжу руководить телеканалом Казах-ТВ, а параллельно буду заниматься вопросами Ассамблеи. И сегодня прямо хотела с вами обсудить предложение, которое прозвучало на заседании и показалось мне интересным. Директор школы из Тараза, которая сама по национальности Дунган, как отец Дунганин, мать Уйгурка, предложила, чтобы представители других национальностей, живущих в Казахстане, при оформлении паспорта, в графе национальности, при желании могли указать казахов или казахстанец. То есть она аргументирует это тем, что очень многие люди, представители других этносов, все равно живя в Казахстане, чувствуют себя казахами. Почему бы им не дать такую возможность записать себя казахами или казахстанцами? Допустим, в Америку, возьмем, например, огромная страна, очень много разных национальностей проживает, и тем не менее в графе национальности все пишут американе. Как вам такое предложение? Ну вот, значит, друзья мои, да, вот Майя Бекбаева тоже говорит о том, что в графе национальности она предлагает, значит, вернее, не она, но она озвучивает то предложение, которое предложила учительница, которая предлагает, значит, в графе национальности всем по желанию, значит, по желанию, да, написать либо казахстанец, либо казах. То есть я думаю, что это перебор. Я думаю, что казах, я против, чтобы было в графе казах, потому что, чтобы быть казахом, надо родиться казахом, надо знать свои, что это, ата, шежереп, рум, то есть, то есть всю родословную надо знать, чтобы быть казахом, понимаете? А вот в графе национальности написать казахстанец и дописать еще казахстанец по происхождению, например, там, русский, например, да, либо казахстанец, но по происхождению, там, уйгур, либо там казахстанец, но по происхождению, там, еще какая-то другая нация. То есть в Америке, например, так, если у них, например, американец, но по происхождению, например, там, как там, француз, например, понимаете, да, То есть, либо американец, но по происхождению итальянец. То есть, я считаю, что здесь подвох вот именно в этом слове казах. То есть, слово казах давать ни в коем случае нельзя. А казахстанец и по происхождению вот так-то, тогда это ясно. То есть, я думаю, что это можно это сделать, потому что это как бы объединит все нации Казахстана. Да, но именно должно быть по происхождению тот и тот-то. То есть, чтобы не смешивать с чистыми казахами. То есть, у чистых казахов у него ясно просто казах стоит и все. А вот те, которые не казахи, у него будет казахстанец, но по происхождению, например, там другая какая-нибудь нация. Это я высказал, значит, свое мнение. Пишите, друзья, в комментариях, что вы думаете об этом. Поэтому, эта тема, я считаю, очень острая. Во-первых, это, я думаю, что это касается в первую очередь, это безопасность, национальная безопасность. Поэтому, так просто, не должны принимать такие законы без обсуждения общества. С вами был Яргалий. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Саламу алейкум рахматуллахи в баракатах.